Дорога памяти Это возможность жителям всех регионов страны Побывать в музее истории Великой Отечественной войны Не выезжая из своего города Мобильная экспозиция разместилась в полуфургоне МАЗ На 30 квадратных метрах Пять разделов об истории первых дней войны Партизанском движении О работе фотокорреспондентов И героизме юных защитников Родины За время акции передвижной музей Проедет тысячи километров Посетит десятки городов Объединив миллионы людей Памятью о трагических годах И героизме жителей нашей страны Сегодня в этом городе был праздник Правда, была плохая погода Но, несмотря на это, люди приходили В нашу мобильную экспозицию Знакомились с героями, с предметами Которые полностью оригинальными являются А также спрашивали много вопросов В том числе и про людей Что отличились в годы Великой Отечественной войны Именно в Барануческой области В нашей экспозиции, как уже многие знают Представлены фотопаркеты многих героев Участников Великой Отечественной войны Также участников партизанского движения Среди которых был и Борис Булат Вот его фотография Он был герой Советского Союза Был уроженцем города Тула Надо сказать, что он был командиром Партизанского отряда в Барануческой области Назывался этот отряд «Победа» Также с 1942 года Был комиссаром партизанской бригады Вперед Барануческой области Во время войны Борис Булат Потерял кисть руки Ему мастера отряда сделали протест Он не погиб во время войны И после нее руководил Какое-то время комиссарской фабрикой коммунад Белорусы хранят память о своих предках Которые воевали, работали в тылу Были партизанами Сделать эту память Частью общей истории Можно, предоставив Оригинальные документы В фонд Музея Великой Отечественной войны Сегодняшний день Станет знаменательным днем Для меня и для моей семьи Потому что сегодня мы Передаем фонды Государственного музея Великой Отечественной войны Семейные реликвии Нашего дедушки Масюкевича Василия Севастьяновича В наградном листе было сказано Что дедушка подорвал 5 гитлеровцев Моего дедушку Масюкевича Василия Севастьяновича Война настигла 17-летним юношей Когда фашисты начали массово Вывозить молодежь в Германию На принудительные работы Дед пошел в партизаны Что и стало причиной Зверской расправы над его родителями Их расстреляли Хотелось бы, чтобы память о нашем дедушке О его героическом прошлом Знала не только наша семья Ну и знали, конечно же, жители нашей страны И не только страны Жители других стран Несмотря на то, что в фондах нашего музея Хранится свыше 158 тысяч единиц хранения Для нашего музея важна Еще одна история человека Героического подвига Нам очень важна Каждая реликвия Каждого героя Великой Отечественной войны Жизнь Барановича И история военных событий На его территории Связаны прежде всего С железной дорогой Не случайно на гербе города Паровоз А железнодорожный узел Один из крупнейших в стране Город Баранович Один из немногих городов нашей республики Который имеет две пассажирские станции И это Барановичи Центральные И Барановичи Полесские Вот на вокзале Барановичи Полесские Сегодня мы с вами находимся Барановичский железнодорожный узел Является одним из крупнейших В республике Беларусь Который связывает как Запад Так и Восток То есть находясь здесь Приехав в город Барановичи По большому счету Вы можете попасть в любую точку мира Музею железной дороги В городе Барановичи Около 35 лет И более чем полуторавековую историю Железной дороги Представляют его экспонаты Первый поезд по маршруту Москва-Смоленск-Барановичи-Брест-Литовск Проследовал в далеком 1871 году Сейчас мы с вами находимся В вагоне нормального типа Или вагон, который получил свое такое прозвище Вагон Теплушка Именно в нем к 9 мая Мы организовали такую небольшую Фото-зону С размещением информационных стендах О людях, которые в годы Великой Отечественной войны Своим трудом, знаниями, умениями, смекалкой Приближали победу как могли В данном случае у нас в экспозиции Представлено два железнодорожных вокзала Барановичи-Центральные Барановичи-Полеских железных дорог Оба они пострадали в годы Великой Отечественной войны Каждый в разное свое время Наиболее серьезным пострадал у нас по леске железнодорожный вокзал И вы видите, по сути, его четвертую реконструкцию Он взорвался практически каждую военную кампанию Но нам повезло, потому что сразу после наступления мирного времени Его восстанавливали руками немецких военнопленных В экспозиции музея есть и техника времен Великой Отечественной войны Легендарный паровоз серии «Э» А рядом трофейный немецкий паровоз «Фрау» Не только увидеть историю Здесь можно и прикоснуться к ней Мы приехали из Минска Средняя школа номер 51 В гости к Барановичи У них сегодня здесь день города И мы отдыхаем Ура, дети! Ура! Мне понравилось то, что некоторые экспонаты можно потрогать Узнать о них много нового и интересного А то, что нам не рассказывали раньше Можно покататься на некоторых экспонатах Было очень весело и интересно Мне понравился тот вагон В нем было круто с друзьями сидеть Я здесь увидела очень много паровозов Очень интересные истории про них Когда они создавались Сколько у них грызоподъемности Я считаю, что такие музеи для наших школьников очень нужны Потому что они очень познавательные, интересные А дождь нам настроение не испортил Здесь вам понравилось? Да! Самое главное – это сегодня историческая память Которая должна быть правильной и настоящей Потому что тех людей, тех уважаемых ветеранов Становится все меньше и меньше И участников тех действий, которые действительно могут рассказать правду Их становится не так много К сожалению, нашим детям, нашим внукам Пытаемся донести историческую правду И историческую ценность той правды, которая была Потому что пока мы помним Живут они в нашей памяти, в наших мыслях И тогда вся страна, весь мир Правильно воспринимает ту ситуацию, которая сегодня есть И сегодня нам нужно понимать Кто победил в той войне И какова она на самом деле Правда той войны Поэтому это очень нужная и важная акция В этот год, в год исторической памяти Журавлей Журавлей Они до сей поры с времен титаник Летят и подают нам голоса Не потому, как часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Это очень значимое мероприятие для молодежи Как барановического отделения, так и в общем для города Да, сегодня мероприятие планировалось на центральной площади Но в связи с погодными условиями, к сожалению, оно перенесется в городской дом культуры Передвижной музей продолжает путь по дороге памяти Вместе с телеканалом Беларусь-3 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова